Сейчас в магазинах продается огромное количество разной пасты всех желаемых форм и размеров, но вкус домашней пасты не сравнить с покупной, предлагаю простой рецепт приготовления отличной пасты. Такая паста отлично держит форму, не разваривается и имеет красивый желтоватый оттенок, ее можно приготовить на гарнир или сварить вкуснейший суп, хранить пасту следует в сухом месте, из указанного количества ингредиентов получается 250 грамм пасты. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления пасты. В миску насыпьте муку и соль. Добавьте яйца и растительное масло. Перемешайте все ингредиенты. Вкусняшки, подписавшимся. Замесите крутое, эластичное тесто, отправьте его в холод на 30 минут. После раскатайте тесто в тонкий пласт, дайте ему подсохнуть в течение 20 минут. Разрежьте на полоски желаемой ширины пасты. Сложите полоски и нарежьте тонкой соломкой. Выложите пасту на силиконовый коврик, салфетку или бумагу. Сушите при комнатной температуре в течение суток. Домашняя паста готова. Варите супы, гарниры, запеканки. Подписавшимся, больше вкусностей. Нам понадобится Мюка пшеничная, 200-230 грамм. Яйцо куриное, 2 штуки. Масло подсолнечное, 1 столовая ложка. Соль, 0,5 чайных ложки. Количество порций, 3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До свидания, друзья.